Каждую среду в 9.40, оно вам надо, и у нас в гостях сегодня очень-очень нужные люди, они нам очень надо. Это заместитель начальника отдела оперативного контроля управления Федеральной налоговой службы Дмитрий Николаевич. Негирев, доброе утро. Доброе утро, Брай. И руководитель филиала Первый бит в Новосибирске Дарья Гладышева. Доброе утро. Доброе утро, всем привет. Но по какому случаю мы собрались сегодня, я уже озвучила в начале часа. Дело в том, что совсем скоро все предприниматели Новосибирской области должны будут перейти на онлайн-кассы. Это нужно сделать за три месяца, успеть до 1 июля. Как это сделать? Какие-то плюсы-минусы подводные камни. Обсудим прямо сейчас. Ну что, коротко про закон давайте, да? Ну давайте коротко про закон расскажу. Вообще самый основной закон, касающийся контроля кассы техники, это 54-й федеральный закон. Вот поправки в 290-м к федеральному закону несены и вступили в силу 15 июля 2016 года. Давненько. Да, давненько, уже больше года. Закон предполагает, что все организации и предприниматели, в зависимости от системы новогообложения и в различные сроки, должны начать передавать данные о продажах онлайн-федеральной новогослужбы. Переход на онлайн-кассы, он у нас поэтапный, зависит от формы юридического лица, а также системы новогообложения. Суть перехода на онлайн-кассы заключается в том, что новые кассы имеют уже не электронную контрольную ленту защитную, так называемую КЛЗ, знающие люди поймут, в них теперь встроен фискальный накопитель. Когда вы ошляете продажу, касса формирует сам чек, а фискальный накопитель его шифрует. После шифрования касса, которая подключена к интернету, отправляет чек оператору фискальных данных. Это организация специализированная, получившая лицензию ФСБ, которая хранит, эти чеки принимает, хранит и передает в налоговую органу. То есть это упрощение контроля. Это удобно вроде как. Да, абсолютно. Это очень удобно на самом деле. Ускорение процедуры. Кому именно, когда нужно их заменить. В 2016 году вступил в силу закон, уже 2018, за почти два года не получилось у всех все поменять. Теперь надо за три месяца. Осталось буквально 62 дня. Два месяца. Давайте более подробно расскажу. Вообще сроки начала перехода на онлайн-кассы для конкретных налогоплательщиков установлены у нас двумя федеральными законами. Это непосредственно самый главный 290 федеральный закон. И 337 недавно вступил в силу, буквально в ноябре 2017 года. Он определяет категории плательщиков, которые правят до июля 2019 года не применять контрольную кассовую технику при условии выдачи документов об оплате. Вообще, сам закон 290 предполагает у нас три этапа. 1 июля 2017 года, 1 июля 2018 года и 1 июля 2019 года. По 1 июля 2017 года у нас перешли уже абсолютно все юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые находятся на общей системе налогобложения, на упрощенной системе налогобложения и на едином сельскохозяйственном налоге. Этот вопрос уже закрыт? Этот закрыт уже, да, окончательно. Сейчас идет второй этап, заканчивается 1 июля и должны перейти у нас три категории основных плательщиков. Это кто? Перечислю их. Это юридические лица, индивидуальные предприниматели, применяющие единый налог на умененный доход, патентную систему налогобложения, ошляющие розничную торговлю и имеющие наемных работников, с которыми заключили трудовые договоры. Значит, вторая категория – это юрлицы и это предприниматели, которые ошляют услуги общественного питания, оказывают у нас. Причем здесь системного налогобложения вообще никакой роли не играет. И третья категория – это юридические лица и предприниматели, которые так называют вендинговую торговлю, ошляют с использованием торговых автоматов. Все те, кто не узнал себя, грубо говоря, в тех категориях, которые я перечислил, они с 1 июля 2019 года обязаны. Это все оставшиеся услуги и это плательщики ИНВД, которые одни работают без работников. После рекламы попросим конкретизировать на примерах из жизни. Давайте. Добро пожаловать. Проиллюстрировать, да, примерами бытовыми. Да, давайте, наверное, здесь немножечко я скажу, потому что мне это более знакомо. Мы ежедневно работаем с разными предпринимателями, очень много работаем с предпринимателями в области. И вот за последнее время мы провели более 20 семинаров в области. И действительно практика, она важна, чтобы было понятно, кому сейчас действительно необходимо быстро перейти. Ну, давайте, допустим, Настя, приведем пример такой. Вы приниматель ИП, индивидуальный предприниматель. У вас свой магазин в городе Черепаново. Вы торгуете обувью, розничный магазин. Можно поближе? Да. Нет, вы в городе Черепаново, извините, это область. Вы торгуете розничной обувью. Вы продаете обувь самостоятельно. То есть у вас нет наемных сотрудников, в которых заключены трудовые договора официальные. Собственно говоря, вы как думаете, вы должны поставить на кассу или нет? Ну да, наверное, да. Какая разница, я продаю. Я продаю или не я, все равно надо же. До 1 июля 2019 года вы имеете право пока сэкономить денежные средства и пока не менять. Но если вы хотите настроить учет корректно, чтобы у вас все работало сейчас, была прозрачность прихода товара, просход товара, вы можете, конечно, заранее поставить. Но по идее вы имеете право до 1 июля 2019 года не ставить. Ага, а потом 1 июля все как кинутся, а потом эту онлайн-кассу не было, и все разберется. Да, 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 да. Так и есть. Все время так. Второй год происходит то же самое. А чтобы не собирать все эти бумажки, прикреплять, их степлером скреплять, я правильно понимаю? Да, да. Чтобы избежать вот этого всего. Да, да, если говорить про нормальную автоматизацию бизнеса своего, мы в новой реальности сейчас живем. То есть мы сейчас, у нас новая Россия, мы все видим изменения, сколько происходит по автоматизации процессов. Мы как предприниматели должны развиваться тоже. Поэтому нужно автоматизировать свой бизнес и ввести, грубо говоря, видеть эффективность работы своего бизнеса. Так вот давайте я сейчас маленько от вашего вопроса дойду, Александр, и дальше про Настю пример доведу до конца. Получается, что, а если вы, например, Анастасия взяли на работу Александра и заключили с Минтредовой договором? Кем грузчиком? Раб, мой маленький раб. Продавцом. Он продает у вас договор. Когда нужно поставить кассу, Анастасия? Ой, я что-то все пропустила. Вот сейчас до 1 июля, да, 18-го года. Вы должны уже купить ее, уже настроить, желательно еще ее автоматизировать. И уже год как работать? Нет, 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 уже год как работать нет. Вы ИП на НВД, у вас есть сотрудник, есть с ним договор, кассу должны поставить до 1 июля 18-го года. А теперь еще один пример, например, патология, да? Александр, вы тоже у нас ИП, и тоже торгуете... Откуда вы знаете? Мы знаем все. Я за вами слежу. Так, ну давайте не ИП. Вы ООО, у вас основная система налогообложения, вы директор крупной компании. Ну конечно, как я так с Черепановой обувью, а как он так ООО. Да, 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 я специально так сделала. Не понравилась я вам, да? Да нет, нет, нет. В общем, как считаете, вы когда должны кассу поставить, Александр? У вас розничная сеть, ООО на основе сети налогообложения. Ну вот Дмитрий Николаевич. Вот так же до 1 июля? Ой, 17-го года. Вы должны уже год работать с кассой. Вот видишь, я на подсознании, это я, ООО, я первая говорила, что я должна уже год на ней работать. Хорошо, а вот что будет с теми, кто своевременно это не сделал? Ну вот Дмитрий Николаевич, ну пускай, наверное, сам скажет по-серьезней теме. Подождите, а если парикмахерская, простите? А, да. Ну если парикмахерская, то у нас услуги же, они все до 19-го года. За исключением услуг общепита, я хочу подчеркнуть это. Можно еще скажу, пожалуйста, извините, перебью. То есть, смотрите, у вас парикмахерская, у вас услуги, вы подстригаете народ. Вы до 1-го года 19-го года можете, в принципе, не напрягаться. Но если вы этим клиентам продаете шампунь, крем и прочее, там у вас слова красоты. Извините, до 1-го июля 18-го года, потому что товар. То есть, вся розница 45-й, 47-й АКВЭД, грубо говоря, по АКВЭДам, сейчас должна перейти. Уважаемые предприниматели области, вот если вы сейчас нас слышите, вы должны уже переходить, если у вас вот такой вид бизнеса. Вот, поэтому будьте внимательны. А в некоторых парикмахерских, я знаю, еще о фаршем под торговым. Я вам не скажу, где. Мы попозже об этом еще поговорим. После эфира, да? Да, или пельмешки, что-то такое. Ну что, по поводу, что будет, если нет? Что будет, если не перейдут вовремя, да? Ну хорошо, давайте я вам расскажу, что для... А ничего не будет. Ни квартиры, как говорится, ни машины. Ничего не будет. Шутка, конечно. Да, давайте расскажу. В настоящий момент Федеральная Оглослужба внедряет, активно внедряет в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему контроля, контрольной кассовой техники. Так вот, на первоначальном этапе сама вот эта система, она и будет проводить анализ вот этих вот плательщиков, которые должны перейти на новый порядок контроля кассовой техники. Во-первых, кто уже перешел, она их уже анализирует, и будет те, кто не перешел. И в случае обнаружения таких плательщиков, если она установит, что он должен, допустим, с 1 июля 2018 года перейти, но по каким-то причинам не перешел, она формирует автоматически уведомление о том, что парень, ты парень, девушка, я не знаю, ты должен перейти, поставить, зарегистрировать и применять эту кассу, в конце концов. Если в течение месяца требования данного уведомления не выполняются, эта система автоматически инспектору уже непосредственно формирует задание. То есть сначала это такое дистанционное предупреждение, а потом уже инспектор. Да, да. Дают возможность исправиться предпринимателю или организации, намекают. Почему по электронной почте или как? А без разницы, всеми возможными способами. Потому что есть ТКС, телекоммуниципальный, да, есть личный кабинет организации предпринимателя, да, на сайте наук.ру, и есть почта. В общем, сказать, что я не читал, не получится. Не получится. Пробьет по всем простам. Это не прокатит уже однозначно. Вот, и в случае, если обнаружится, выдается, не исполнит, вернее, выдается техзадание инспектору. И инспектор уже непосредственно проводит проверку, контрольную закупку. В конце концов, при достаточных основаниях возбуждает дело об административном правонарушении просто. И такой предприниматель неизбежно будет привлечен к административному ответственности. По части 14.5 Кодекса административных правонарушений. А я хотел бы напомнить, что по этой части для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц за неприменение контрольно-кассовой техники не менее 10 тысяч рублей сейчас, а на организации не менее 30 тысяч. Ну вот, например, опять же, я продала обувь, чек не дала. Да, вот можно я мастер-примеров. Вот и сегодня. Да, например, давайте не обувь, можно я долго по нему приведу. Обувь это хорошо, это еще не смертельно. Если вы продали пачку молока. Если нет, да, это хуже, да? Конечно. Да просто даже сумма, 70 рублей продали, чека не выдали, например, либо не расшифровали вовремя номенклатуру. Я как клиент могу прийти, написать жалобу, пожаловаться, что вот извините, там чек не дали, там доказательства все есть, собранный предприниматель автоматически. И что происходит? То есть я как юрлицо должна заплатить штраф 30 тысяч. То есть 70 рублей, 30 тысяч просто, понимаете, да? А есть ли смысл экономить, проще, там, за эти, там, те же самые 20 тысяч кассу поставить? Она в среднем стоит 20 тысяч? В среднем, да. Еще хотел бы уточнить, что не просто юридическое лицо наказывается, еще и должностное лицо привлекается. Которая осуществила продажу, да? Ну, руководитель. Руководитель. Нет, не продавец, руководитель, должностное лицо организации. То есть получается 30 плюс 10, итого 40. Это хорошо, вы здесь вот так все объясняете, рассказываете. Нас услышали, тоже поняли. А где еще можно эту информацию услышать и разобраться с этим? Да, смотрите, у нас вообще эта информация представлена в виде выдержек из законов на налог.ру на сайте налоговой инспекции. Второй момент, мы проводим сейчас семинары регулярно. И вот завтра как раз состоится, я бы хотела пригласить всех слушателей, кто желает. Завтра состоится семинар в кинотеатре Победа, это 26 апреля. В 10.00, начало стартуем. Утро. Утро, если извините, это не вечер, утро. В 10.00 в кинотеатре Победа, вот на улице Ленина, все, наверное, знают кинотеатр, будет проходить три часа семинар, будет выступать представитель налоговой, как раз Дмитрий Николаевич, может ответить на все ваши вопросы более подробно, на любые, на боли ваши отреагировать как-то с пониманием, потому что действительно для многих это сложно. Проверили оборудование, да? Происключение. Да, да, про виды, про исключения, там, посмотреть даже на это оборудование, возможно, будет прямо на месте, посчитать примерно стоимость перехода, потому что специфика бизнеса у всех разная, везде разные возможности, финансовые в том числе, да. Администрация Новосибирской области будет присутствовать, там, еще ряд интересных тем будет озвучиваться, поэтому, пожалуйста, вот завтра в 10.00 очень ждем слушателей радио 54, и вот, если можно, я телефончик озвучу, по которому можно записаться. Да, конечно. Если вы не против. 219-5104, такая мини-просьба, 219-5104, еще раз, по нему можно записаться на наш семинар. Спасибо вам большое. И теперь Дмитрий Николаевич нам быстренько расскажет забавную историю жизни. Да, обещал. Ну, был у нас случай такой, поступила жалоба, значит, женщина приобрела нижнее белье, киосочки, значит, вот, сходила в кинотеатр один день, да, и потом, значит, решила, что оно ей не подходит, да, ну, где-то что-то жнет, где-то что-то туда-сюда, ну, решила, в общем, поменять. Как и здесь, нижнее белье же у нас не меняется, да. Вот, ну, пришла, а ей отказывают. Ну, отказали, вот, понимаете, и она решила написать нам жалобу. Написала жалобу, мы подали, значит, задание дали инспекции. Инспекция бегала, а потом с этим нижним бельем кричала, это ваше? Это вы продавали? Где чек? Да, товарищи. Так что вот такие вот случаи у нас бывают, их очень много. Друзья, будьте бдительны, нижнее белье возврату не подлежит. Спасибо большое. И цветы тоже. Спасибо.